Девушки отдыхают Возможно, конечно, раньше так и было. Сейчас же, чтобы разбогатеть, работая на земле, нужно иметь большое терпение и много сил. А тех, кто рискнул попробовать заработать так называемые длинные деньги и при этом с оптимизмом смотрит в будущее, наш эфир сегодня. Почти 4 года республиканские центры занятости притворяют в жизнь программу содействия самозанятости населения. Если говорить проще, помогают открывать свой бизнес. Тех, кто получил финансы на старт и нужные знания, 2000 человек из разных городов и районов республики. И вот полгода назад Управление занятости населения объявило о старте новой программы при поддержке правительства региона и участии различных министерств и ведомств. На днях подвели начальные итоги проекта и представили его первых участников. Место для объявления итогов «Карткирос» выбрано не случайно. Именно здесь было решено опробовать новый проект. Его суть проста – помочь организовать свой бизнес сельским жителям. Знаменательно, что программа стартовала в год молодёжи, потому как её участниками могли стать лишь безработные сельчане возрастом до 30 лет. Именно им предложили открыть свой бизнес – крестьянско-фермерское хозяйство. И вот спустя шесть месяцев кураторы проекта сошлись во мнении – задумка удалась. Проект состоялся во многом благодаря тому, что был союз, была такая солидарная ответственность министерств и ведомств. Вот Управление занятости, Администрация Каркировского района, Министерство экономического развития, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Агентство по управлению имуществом. Участников программы отбирали не только по возрастному признаку. Они должны были быть жителями отдалённых посёлков, где найти работу при всём желании невозможно. Лесной бизнес с этих посёлков ушёл. То есть людям практически заниматься нечем. И вот стали повесть безработные. И сейчас мы этим проектом хотим перепрофилировать тех, кто работал в лесном бизнесе, на сельское хозяйство. Основной задачей было найти участников программы – активных, ответственных, готовых к тому, чтобы кардинально изменить свою жизнь. Развитие крестьянско-фермерских хозяйств – это направление в нашем районе как бы пилотная программа. И поэтому совместно с администрацией мы подыскивали людей, которые согласны принимать участие в этой программе. В итоге нашли троих. Вот они. Оксана Семёнова станет разводить овец и поросят. Юрий Витошкин займётся крупным рогатым скотом и растениеводством. А его тёзка Юрий Мишарин будет выращивать картофель. Каждый из них понимает – это реальный шанс помочь себе и односельчанам. Деревня, сами знаете, делать нечего. Придётся самим всё делать. Привлекайте рабочих. Вначале Юрий планирует взять к себе на работу трёх-четырёх человек. Говорит, как начнёт хозяйство расти, так и людей больше в помощь понадобится. А планов у Юрия много. Совсем скоро начинающий бизнесмен первым из участников программы получит в пользование трактор. И не простой, а многофункциональный. В комплект техники у нас входят трактор, прицеп тракторный, плуг, культиватор, картофелекопатель, сенокосилка, грабли, пресс-подборщик. И сейчас у нас ещё входит дополнительно отвал бульдозерный. То есть полностью весь комплект техники. Несмотря на то, что трактор передадут участнику программы, его владельцам будет район. А значит, на фермера накладываются некоторые социальные обязательства. Мы надеемся, что вот этим трактором он даст возможность ещё воссоздать рабочие места другим безработным, у которых, допустим, вот есть желание заготавливать дрова, есть желание, значит, оказывать такую услугу, есть желание, допустим, чистить улицы. Значит, он может на трактор ещё нанять одного человека, который будет заниматься чисткой дорог в зимний период. Ну, пахать, в общем-то, огороды. Юрий Мишарин с женой пытались стать горожанами. Жили в Сыктывкаре, не срослось. Вернулись в родное село Вомен. Стал вопрос, чем зарабатывать на жизнь. А тут и предложение поучаствовать в программе подоспело. Решил, работы нету, да, решил сам на себя работать. Юрий при поддержке местного центра занятости выучился на предпринимательских курсах. Защитил бизнес-план и взял в аренду два гектара земли. На них он будет растить картофель. Как считаете, для деревни это вот выход вообще заниматься своим делом? Конечно. Нету работы. И для других будет работа. Вы нанимать кого-то всё равно, да, ведь будете? Да, у меня четыре работника будут. Семья Юры как может поддерживает его планы. Особое одобрение начинающий фермер получил от тёщи. Мне очень понравилось, что вот он берётся за такое дело, конечно, нелёгко. Валентина Ивановна знает, что говорит. Она сама фермер. Уверена, вместе они преодолеют любые трудности. Где советам поможет, где опытам, а то и натуральным продуктам. Я ему буду навоз поставлять, он мне будет картошку поставлять до сена. Вот такие у нас будут бартерские эти. Конечно, куда картошку мелкую, всё равно ведь мы покупаем. Много покупали уже в этом году картошки и репу, и всякие-всякие. А тут босс своё уже. К слову, пока Юрий работает на тракторе тёщи. Но в дальнейшем он рассчитывает получить в управлении свой агрегат. Оксана Семёнова своим участием в программе доказывает – принадлежность к прекрасному полу – не синоним слабости. Оксана, бывшая домохозяйка и мама двух детишек, настроена решительно. Они с мужем давно мечтали о своём бизнесе. И предложенный в центре занятости проект стал им настоящим подарком. Девушка разворачивает деятельность в маленькой, на десяток дворов, деревне Конша. Тут есть заброшенная ферма, да и луга хорошие. Легче сено запасать будет. На данный момент мне принадлежит, даже не принадлежит, а оформляется земельный участок площадью 1 гектар, на котором будет восстановлена бывшая свиноферма, в которой я планирую содержать как поросят, так и овец. То есть поросята будут мясной породой и овцы тоже будут мясной породой. А земля? Много ли у вас? Ну, 1 гектар, вот она сейчас межуется, то есть вот она от водопашни вот моя включается, да. И вот если туда пройти, до лесочка, тоже это мой кусочек земли. В дальнейшем здесь планируется построиться еще как бы сеновал, гараж для оборудования. И, конечно же, мы планируем построить здесь для персонала, который будет работать в небольшой доме, где они смогут отдохнуть, помыться, чаю попить в свободное от работы время. Планирует Оксана обеспечить комфорт и хрюшкам с овечками, сделать ферму максимально автоматизированной и современной. Надо крышу поменять, во-первых, вот эту вот кровлю все поменять. То есть купить еще пеноблок надо докупить и восстановить кусок здания, который вот там вот разрушен непосредственно. То есть тут еще строительство будет и будет грандиозное строительство. Полтора месяца на восстановление фермы, восемь – на выращивание животных. Если все пойдет по плану, то уже следующей осенью в садовкарских кафе и ресторанах появятся бифштексы коншевского производства. Я надеюсь, что все у нас получится. И вот в ближайшее время мы все-таки запустим наше производство. На работу Оксана Семенова планирует взять человек шесть из ближних деревень. Люди уже подходили, спрашивали, когда вот наконец-то вы все сделаете, чтобы мы наконец-то начали работать, потому что очень много безработных. Начинанию Оксаны Семеновой рады не только местные жители, но и глава поселения. Если девушка получит в пользование трактор, значит сможет помогать людям. Дело в том, что пока на селе свои цены диктуют частники. Иногда за услуги приходится переплачивать вдвое. Например, сейчас за покос одного гектара травы берут три тысячи рублей. И не всем, кто держит скот, такие цены доступны. Наше население, которое держит скот, оно будет немножко менее зависимо от запросов трактористов. Ну, если это так просто выразиться, ну и, наверное, появится больше желающих держать скот, потому что услуги будут стоить не так дорого, и затраты все, они немножко уменьшатся. Ну и, конечно, очень немаловажный факт, что это добавится в рабочие места. На итоговом совещании все участники программы получили долгожданные денежные сертификаты. Кто от Министерства экономики, кто от администрации района. И все от регионального управления по занятости населения. Значит, молодежь, которая зарегистрировала крестьянско-фермерские хозяйства, все-таки они хотят работать на своей земле, приносить пользу людям и себе. И еще возможно, что в будущем они будут создавать рабочие места тоже для молодежи, чтобы молодежь не выезжала в сельских населенных пунктах. Мы хотели бы этот положительный опыт проецировать на все остальные сельские районы. То есть, показать главному инспарту образования сельских, прежде всего, что есть возможность и вероятность. Не за столь большие деньги организовать хозяйство, организовать рабочие места достаточно эффективные. Всего по специальной программе в Карткиросском районе планируют трудоустроить около 25 человек. Хороший показатель, если учесть, что сейчас здесь почти 400 человек живет на пособие по безработице. Ведь помимо того, что названные конкурсанты прежде всего организуют собственное дело, помогут себе, помогут своей семье, вот их деятельность, их труд направлен на то, чтобы вокруг себя создать как минимум, я повторяю, как минимум по пять рабочих мест в каждом хозяйстве, которое они возглавляют. Причем эти рабочие места, я надеюсь, Юрий и Оксана, что они будут созданы для безработных, в первую очередь молодых людей, что вы передадите вот тот опыт, который уже наработали. Может быть, у тех людей, для которых вы создадите рабочие места, тоже появится желание организовать что-то свое. И таким образом, наверное, все-таки вы будете у себя в селах, у себя в деревнях проводить очень важную государственную политику в организации занятости сельского населения. Пока молодые предприниматели лишь в начале пути, но у каждого из них большие планы и горячий энтузиазм. От себя пожелаю всем начинающим бизнесменам сил и всемирной поддержки. На этом наш выпуск подходит к концу. Если вы что-то пропустили, ищите программу на сайте телеканала Юрган. Кртк.ру Кроме того, полезную информацию вы можете найти на сайте комитруд.ру Это сайт Управления Республики Коми по занятости населения и федеральном портале трудвсем.ру Тем, кто в этом нуждается, я желаю удачи в поиске новой работы. Все остальные ходите на работу, как на праздник. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова